Ни ордена и ни медали Ни ордена и ни медали Награды часто были нам Живых остаться и проспаться Да выпить в водочке стакан Ни ордена и ни медали Теряли мы в полу боев Парней без ус их провожали Последний бой без орденов Пройдут года, десятилетия Уйдет в история война И благодарность от потомков Спасибо скажет нам страна Но как же хочется Чтоб внуки не забывали никогда Не ордена и ни медали А просто наши имена Добрый день, мои дорогие читатели Этим стихотворением Я всегда начинаю Новую встречу с новым читателем Это пролог Который как раз отвечает На обычный вопрос Когда читатель встречается с новым писателем Открывает для себя нового автора О чем написано в этих книгах О чем пишет Булат Арсал Я пишу об ополченцах Донбасса Об ополченцах Донецка, Луганска О тех, кто приехал из России И из других концов света И приезжали сюда Начиная с 14-го Наверное по 18-й год включительно Для того, чтобы встать Плечом к плечу С тем народом Который Восстал Против фашистской хунты Взявшей власть В феврале 14-го года В Киеве Что это были за люди? Это были разные люди Разных сословий Разного материального достатка Разных профессий Там были шахтеры Там были учителя Там были ученые Там были Даже маргиналы Там были бывшие зэки И бывшие милиционеры В одном строю Формировалось Боевое братство Донбасса О судьбах этих людей Судьбам этих людей Этим людям Посвящены мои Первые повести Рядовой торнадо Сын полка И раскаленный август А также Маленькая повесть Которая называется Обыкновенная история Об одной батареи Кроме этого Вот эта книга Она вышла уже как сборник Это третья моя книга Но это первая книга В Международном союзе писателей Здесь как раз собраны Первые мои повести Об ополченцах Которые выходили Сам издатом Еще в Екатеринбурге В 22-м году В книжке Короткие повести О долгой войне И в небольшом сборнике Рассказов о трагедии В Мариуполе Которая так и называется Мариупольский конвой Эти произведения Вошли сюда Здесь новое произведение Кроме всего этого И вот эта книга Вышла в серии Премии Имени Александра Твардовского Самые трагические события После освобождения Мариуполя Когда я был свидетелем И мои товарищи Были свидетелями Работы по Изгумации Тел Севременных Захоронений Которые происходили Во время боев За Мариуполь Смотрите Читайте Это наверное Тяжело смотреть Но не сказать Об этом было нельзя Да и вообще Когда я начинал писать Главной задачей Откуда появилось Желание писать Наверное Потому что Вдруг захотелось Оставить в памяти Судьбы этих людей Историю об этих людях Что потом Когда пройдет Какое-то время Пройдут десятилетия И страна нам скажет Спасибо Но все-таки Чтобы помнили Имена наших солдат Под добровольцев Которые шли Не за областнословный Гонорар Не руководствуясь Меркантильными интересами Люди шли Руководствуясь Своей совестью С той генетической памятью Которая у них Как генетический кот Засела еще с молоком матери И поэтому Многие добровольцы Первой волны Это были люди Которые когда-то Были пионерами Комсомольцами Служили в советской армии А потом шли след за ними Их дети Их внуки Вот этому посвящена Эта первая книга Истории разные Трогательные Печальные Берущие за горло Комом От обиды От осады Может даже от ненависти Но тем не менее Это уже есть Я очень рад Что эта книга состоялась И она состоялась Именно В номинации Премии имени Александра Твардовского Потому что Александр Твардовский Для военного фронтовика Писателя Это в общем-то В принципе Эталон К чему нужно стремиться Вторая книга Посвящена Больше пользуемся Событиям Называется Их там нет Я оставлю интервью Не буду говорить Почему такое название Произошло Оставлено в этой книге Но это история Как раз Жизни Двух месяцев Службы Полка Стрелкова На Харьковском направлении Во время начала Специальной военной операции Это трагическая судьба Многие знают Что наши подразделения В начале СВО Столкнулись С расточенным Неожиданным сопротивлением Противника Против того Что нам обещали Что нас будут ждать С хлебом и солью Этого не произошло И вот судьба Одного взвода Роты Полбатальона В этих трагических событиях Рассказана в этой книге Я не буду открывать Суть этой книги Я уже рассказал Слишком много Для того Чтобы писатель Не захотел покупать ее Нет Лучше ее взять Почитать И оставить Это опять же Не калька О событиях Это художественная Интерпретация Драматических событий Имевших Под собой Реальную основу Реальность то Что была спецоперация Реальность то Что были союзные войска Реальность то Что автор находился там Реальность Многих событий Отражена как калька Но в основном Это сбор Разных ситуаций Событий Сюжетов Боевых Которые произошли В это время На территории Харьковской области В разных подразделениях Но они собраны В одном В одном Изменены названия Изменены Прототипы По просьбе Самих прототипов Их позывные имена Какие-то Оставлены Так как есть Наверное Потому что Эти люди Многие погибли А оставить О них хорошую память Я бы считал Возможным Оставить их Позывные имена Вот Ну и главный Литмотив В своих Моих произведениях Это естественно Оставить Человеческую жизнь Не случайно Повесть Их там нет И начинается Со слов Александра Суворова Мир не стоит Ни одной капли Крови солдата Пролиты зря Вот это и есть Главный литмотив Во всех Моих произведениях Мы должны Беречь Собственного Солдата Потому что Впереди Еще В нашей стране Очень тяжелые времена Надеюсь Конечно Война Быстрее Закончится Но все-таки Мы еще будем Долго противостоять А в нашей родине Другого солдата Не будет Вот на этой На этой ноте Я хотел бы завершить Свою маленькую презентацию Спасибо всем за внимание Мниги мои Вы можете приобрести В электронных магазинах Литрес Литрес Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok